Беседа 10. Увещание тем, которые стыдятся после обеда приходить к вечернему богослужению. И продолжение объяснения на слова «Сотворим человека по образу нашему, по подобию». Меньше у нас сегодня собрания и немногочисленность течения пришедших. А чего же и почему это? Может быть, иные постыдились прийти к духовному этому пиршеству после чувственной трапезы, и это стало для них причиной отсутствия. Но пусть они послушают некоего мудреца, который говорит «Есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд, слава и благодать». Не стыдно, приняв телесную пищу, прийти к этому духовному пиршеству. Духовные дела не приурочены, как дела человеческие к определенным временам. Для беседы о духовном всякое время дня удобно. И что я говорю о дневном времени? Пусть наступит ночь, и она не послужит препятствием для духовного поучения. Поэтому и Павел говорил, когда писал Тимофею «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай». 2 Тимофея 4.2 «Послушай еще, что говорит блаженный Лука. И когда Павел хотел на завтра покинуть Трады, побеседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Яни 27 стих. «Припятствовала ли сколько-нибудь время, скажи мне, или прервала она слово поучения?» Внимательный слушатель и после обеда может с пользой быть в этом духовном собрании, тогда как нерадивый и без песни хотя бы оставался и без пищи, не вынесет отсюда никакой пользы. И это говорю я не с тем, чтобы ослабить строгость поста, да не будет. Напротив, я весьма хвалю и одобряю постящихся, только хочу внушить вам, чтобы вы совершали духовные дела здравым рассуждением, а не следуя только обычаю. Постыдно не то, чтобы прийти к этому духовному поучению по принятию пищи, а приходить сюда с беспечной душою, подчиняться страстям и не укращать плотских вожделений. Не ядение худо, да не будет, а вредно объедение, пресыщение, добременение чрева. Через это уничтожается и удовольствие от пищи. Равно как и не то худо, чтобы употреблять вино в меру, но предаваться пьянству и вследствие неумеренности утрачивают здравый смысл. Если же ты, возлюбленный, не можешь оставаться целый день без пищи по телесной немощи, никто из благомыслящих не станет винить тебя за это. Владыка у нас кроткий, человеколюбивый, не требует от нас ничего свыше силы. Он и поста, и воздержание требует от нас не просто для того, чтобы мы пребывали в неедении, но для того, чтобы, удаляясь от житейских дел, употребляли все свободное от них время на занятия духовные. Если бы мы устрояли жизнь свою внимательной и всякую свободную минуту посвящали духовным занятиям, если бы пищу принимали только для удовлетворения потребностей и всю жизнь проводили в добрых делах, то не было бы нам нужды и в пособии от поста. Но так как человеческая природа нерадива и более склонна к невоздержанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь, как любящий Отец, изобрел для нас вращество в посте, дабы и отвлечь нас от мирских удовольствий и обратить нас от забор житейских к делам духовным. Итак, если некоторые из приходящих сюда чувствуют телесную слабость и не могут оставаться без пищи, таким советую, чтобы они и телесную слабость свою подкрепляли, и не лишали себя этого духовного поучения, а о нем тем более заботились. 74. Кроме воздержания от пищи есть много путей, могущих отворить нам двери дерзновения пред Богом. Кто вкушает пищу и не может спастись, а тот пусть подает обильнейшую милостыню, пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к слушанию Слова Божия. Здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость. Пусть примиряется с врагами, пусть изгоняет из души свою всякое память о злобе. Если он будет исполнять это, то совершит истинный пост, такой, какого именно требует от нас Господь. Ведь и самое воздержание от пищи он заповедует для того, чтобы мы, обуздывая вожделение плоти, делали ее послушной в исполнении заповедей. А если мы решимся не принимать помощи от поста ради слабости телесной и будем предаваться большей беспечности, то сами, не ведая того, причиним себе величайший вред. Если и при посте оказывается у нас недостаток вышесказанных добрых дел, то тем более покажем мы нерадение о них, когда не будем пользоваться врачевством поста. Узнав это от нас, вы, могущее постичь, сами по возможности усиливайте, прошу вас, это доброе и похвальное свое усердие. Ибо если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4.16 Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочные вожделения, душу же просветляет, окрыляет, делает легкой парящей горе. А что касается добратьев ваших, которые не в состоянии паститься ради телесной немощи, их увещевайте не оставлять этой духовной пищи, поучая их, передавая им слышанное от нас и показывая, что внимать этим наставлениям недостоин не тот, кто ест и пьет умеренно, а человек беспечный, преданный удовольствием. Напоминайте им и об апостольском изречении. Кто ест, для Господа ест, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Рим. 14.6 Итак, и постящийся благодарит Бога за то, что имел довольно сил понести постный труд, и идущий также благодарит Бога, потому что это нисколько не повредит ему в спасении души, если он захочет. Человека, любивый Бог, открыл нам неисчислимое множество путей, которыми мы, если только захотим, можем достигнуть самого высокого дерзновения пред Богом. Об этом мы достаточно побеседовали ради отсутствующих, отняв у них повод к стыду и показав, что этого, то есть принятие пищи в пост до вечернего богослужения, не должно стыдиться, так как подвергает нас стыду не едение, но делание зла. Великий стыд – это грех. Если мы сделаем его, то должны не только стыдиться, но и закрывать лицо свое и называть себя несчастными, как погрешившие. А вернее, тогда не нужно унывать, но спешить к покаянию и исправлению. Наш владыка таков, что если мы по беспечности сделаем грех, он не требует от нас ничего другого, как только того, чтобы мы исповедали свои согрешения, остановились на этом и не впадали в те же грехи. Если употребляем пищу с умеренностью, не будем стыдиться, потому что Господь соединил нас с таким телом, которое не может существовать иначе, как принимает пищу. Только пусть не будет неумеренности. Это весьма много способствует здоровью и крепости нашего тела. Не видите ли каждый день, что от роскошных столов и неумеренного насыщения происходят бесчисленные болезни? Откуда болезни в ногах? Откуда болезни головные? Откуда умножение испорченных мокрот? Откуда бесчисленное множество других болезней? Не от неумеренности или не от того ли, что мы вливаем в себя вина больше надлежащего? Как судно переполненное скоро погружается и тонет, так и человек, предавшись объедению и пьянству, несется в бездну, потопляет свой разум и лежит, наконец, как живой труп. Часто могущий есть еще сделать что-либо худое, а на доброе способны и не более мертвых. Поэту молю, подобно блаженному Павлу, попечение о плоти не превращайте в похоти, но укрепитесь и умножьте ревность и заботу о совершении духовных дел. Говоря обо всем этом своими братьями, убеждайте их отнюдь не лишать себя этой духовной пищи. Пусть они и после обеда приходят сюда со всем усердием, дабы, приняв здесь наставление, могли крепко стать против козни дьявола. Теперь предложим вам обычную трапезу и наградимый любовь вашу за усердие к слушанию, а равный уплатим долг, какой должны вам. Вы, конечно, знаете и помните, что мы, начав говорить о сотворении человека по краткости времени, не могли рассмотреть все чтение, но окончили поучение рассуждением о зверях, показав, что человек вначале имел над ними власть, но лишился ее за грех прислушания. Поэтому сегодня хотим сообщить вам и остальное, и с кем отпустить вас отсюда. А чтобы слово ваше было для вас ясно, нужно напомнить вам, на чем мы тогда остановили поучение, дабы, начав с того места, нам таким образом докончить и остальное. На чем же мы тогда остановились? На объяснении слов «Сотворим человека по образу нашему и подобию, и да обладает над рыбами морскими и птицами небесными». Так как беседа наша значительно распространилась, и у нас родилось великое море мыслей, нам уже нельзя было идти далее, и мы, остановившись на этом, не коснулись последующего. Поэтому нужно теперь прочесть вашей любви, что следует далее, дабы вы могли знать, о чем мы намерены говорить вам. Божественное Писание, вслед за выше приведенными словами, прибавляет 1.27 «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божий сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Немного слов, но великое сокровище заключено в этих кратких словах. Блаженный Пророк, говорящий по внушению Святого Духа, хочет теперь научить нас чему-то таинственному, сказав «сотворим человека» и употребив, так сказать, совещание и рассуждение. Создатель всего этим образом речи указал уже на достоинство того, кого намеревался создать. И еще до создания его показал нам, какую великую власть хотел он вручить этому будущему творению. Сказав «сотворим человека по образу нашему и по подобию», Бог присовокупил и да обладают рыбами морскими. Смотри, как в самом начале открывает нам скрытое сокровище. Говоря Духом Божиим, Пророк видит несуществующее, как существующее и совершившееся. Для чего же, скажи мне, Бог сказал «сотворим человека», говорит теперь «и да обладают». Он открывает нам некоторое сокровенное таинство. Кто такие да обладают? Не ясно ли, что это сказал он, намекая на создание жены? Видишь, что в Божественном Писании ничего не сказано просто и напрасно, но и незначительное слово заключает в себе скрытое сокровище. И не изумляйся, возлюбленный сказанному, таков у всех пророков обычай. Говорить о небывшем еще, как уже о совершившемся. А они духовными глазами видели уже то, что имело совершиться спустя много лет. Поэтому и говорили обо всем так, как будто бы созерцали то пред глазами. И чтобы тебе ясно было это, послушай, как блаженный Давид за столько поколений пророчествует и вопиет о крестных страданиях Христовых, пронзили руки мои и ноги мои, и еще разделили ризы мои между собою. Видишь, как о том, что имело быть спустя много времени, он предсказал, как уже о сбывшемся. Так и этот блаженный пророк Моисей, намекая нам уже на создание жены, говорит загадочное, и да обладают над рыбами морскими. Далее затем говорит яснее, и сотворил Бог человека по образу Божий, что сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Смотри, какую употребляет он тщательность, и неоднократно повторяет одно и то же, чтобы слова его укоренились в уме слушателей. Если бы не это было у него в виду, то довольно было бы сказать, и сотворил Бог человека. Но он еще прибавляет по образу Божию сотворил его. Уже и прежде он показал нам, что значит по образу. Так вот и теперь повторяет то же слово и говорит, по образу Божию сотворил его, что, чтобы не оставить и самого ничтожного предлога к оправданию тем, которые захотели бы противоречить церковным догматам, он, простервшись несколько далее, опять учит тому же, то есть что выражение по образу употреблено им для значения власти и господства человека над всеми тварями. Теперь посмотрим, что он говорит. И сотворил Бог человека по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. На что выше намекнул словами и да обладают. О том здесь говорит яснее. Впрочем, и это открыл нам еще не вполне, потому что еще не сказал нам о создании мужа и жены, еще не показал, откуда произошла жена, а уже говорит мужа и жену сотворил их. Видишь, как о небывшем еще он повествует, как о совершившемся. Таковы-то духовные очи. Не столько могут эти телесные глаза видеть видимое, сколько духовные видят невидимое и несуществующего. И так, сказав мужа, мужчину и женщину сотворил их, Моисей к обоим уже относит Божие благословение и говорит, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, над зверями. Какое высокое благословение! Слова «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» сказаны, как всякий знает, и к бессловесным животным, и к присмыкающимся. А слова «господствуйте и обладайте только к мужу и жене». Примечает человеколюбие Божие еще прежде создания жены, Бог делает ее участницей владычества над тварями и удостаивает благословение. И обладайте, говорит, над рыбами морскими и птицами небесными, над всеми скотами, над всей землей, всеми гадами, присмыкающимися по земле. «Видишь власть несказанную, видишь начальство великое, видишь, что все твари подчинены человеку. Не думай же низко об этом разумном животном, но, помышляя о величии его чести и о благоволении к нему Господа, явись его неизреченному человеколюбию». И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так». Обрати внимание, возлюбленный, на точность выражения и неизреченное человеколюбие Божие, и не пропусти ни одного слова без рассмотрения. «И сказал, говорит Бог, все даю вам всякую траву». Как будто речь обращена к двоим, и это тогда, как жена еще не была создана. «Потом, чтобы понять тебе безмерную благость, Господа, смотри, как Он являет в своей милосердии призабильную и щедрость не только относительно мужа и жены, которая еще не была создана, но и самых бессловесных. Сказав, и будет это вам в пищу, прибавил и всем зверям земным. А вот еще и другая бездна милосердия. Он позаботился не только о бессловесных, кротких и годных нам в пищу и на службу, но и о зверях. Но кто в состоянии вполне постигнуть эту беспредельную благость? Вам, говорит, будет это в пищу, и всем зверям земным. Велико промышление Господа о созданном им человеке. Когда Он создал его и дал ему всю власть над тварями, то чтобы, видя такое множество бессловесных, тотчас же и в самом начале не стал тяготиться тем, что он не в состоянии продовольствовать пищу и столько животных. Благие владыка, прежде чем человек еще пришел к такой мысли, желая, так сказать, утешить его и показать, что как он сам, так и все бессловесные будут иметь полное довольство. Потому что земля, по повелению Господню, будет служить к пропитанию их. Их словам, это будет вам в пище, тотчас присовокупил и всем зверям земным, и всем птицам небесным. Все, то есть, что не повелел Создатель, осуществилось, все пришло в надлежащий порядок. И потому Моисей тотчас присовокупил. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шесты. Кто может достойно восхвалить точность Божественного Писания? Вот оно и здесь словами увидел Бог все, что сотворил, заграждает уста всем, кто только впоследствии решился бы противоречить. И увидел, говорит, Бог все, что сотворил, и вот все хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Как о каждой из созидаемых вещей Писание говорило, увидел Бог, что это хорошо. Так и теперь, когда совершилось все, и окончены дела шестого дня, когда уже создан и тот, кто долженствовал пользоваться всеми тварями, говорит оно, и увидел Бог все, что сотворил, и вот хорошо весьма. Смотри, как оно обняв все твари в одном этом слое, все. Каждая из них сообщает похвалу. Даже не удовольствовалось словом все, но прибавило, что сотворило. Да бы и здесь еще не остановилось, но, говорит, и хорошо, и очень весьма хорошо, то есть совершенно хорошо. И так, когда Господь, приведший из небытия в бытие, назвал свои создания добрыми, то кто дерзнет, хотя бы преисполнен был безумного самомнения, раскрыть уста и противоречить сказанному Богом. Так как в видимой природе создан не только свет, но и тьма, противоположная свету, не только день и ночь, противоположная дню, а между произрастениями земли не только полезные травы, но и вредные, и деревья не только плодоносные, но и бесплодные, и животные не только кроткие, но и дикие и лютые, и между животными, порожденными водой, не только рыбы, но и киты, и другие морские звери, и на земле не только обитаемые места, но и необитаемые, не только ровные поля, но горы и дебри, и между птицами не только ручные, годные намстищины, но и тищные, и нечистые, например, ястребы, коршуны, многие другие подобные. Также между происшедшими из земли животными не только кроткие, но и змеи, ехидны, драконы, львы и рыси, да и в воздухе не только ветра и дожди полезные, но и град, снег, и вообще, если подробно рассмотреть, все, в каждом роде тварей найдешь не только полезные нам, но и кажущиеся вредным, то, чтобы впоследствии никто, смотря на творение Божие, не смел осуждать их и говорить, зачем то, а на что это, или это хорошо сделано, а это нехорошо. Священное Писание заграждает, так сказать, уста всем, дерзающим судить, неблагонамеренно. По созданию всего в шестый день говорила, «И увидел Бог все, что сотворил, и вот хорошо весьма». Что может сравниться с таким удостоверением, когда сам Творец всего объявляет и говорит, что все созданное хорошо, весьма хорошо. Поэтому, когда увидишь, что кто-нибудь, увлекаясь собственными соображениями, станет противоречить Божественному Писанию, устранись от него, как от безумного, или лучше сказать, не устранись, но, сожалея его невежести, приведи то, что говорит Божественное Писание, и скажи, что увидел Бог все, что сотворил, и сказал, «Хорошо весьма». Может быть, ты успеешь сдержать необузданный язык его. Если мы в человеческих делах, когда видим, что об них дают свое мнение люди высокие по сану, не прикослоем, но соглашаемся, и их приговор предпочитаем собственному суждению, то тем более должны поступать так по отношению к Богу всяческих. Творцу всего видимого, зная его приговор, должно подавлять собственные помыслы и не отваживаться на дальнейшее изыскание, но знать и твердо верить, что все создано разумно и человеколюбиво, и ничего не сделано без цели и напрасно. Хотя мы по слабости нашего ума и не знаем употребление некоторых тварей, однако же должны веровать, что Бог все произвел по своей премудрости и высокому человеколюбию. «И было, — говорит Моисей, — в вечер и утро день шестой. С концом шестого дня положил он конец и создание всех тварей, потому и прибавляет. И совершил Бог все дела неба и земля, и было устроено, и все воинство их». Смотри, как Божественное Писание избегает ненужного и излишнего. Упомянув о главнейших стихиях, он уже не говорит частности, а прочем, а сказав, «Так совершены небо и земля, и все воинство их». И этим обозначает все, что на земле и что на небе. Украшение земли есть то, что произошло из нее, произрастание трав, произведение плодов, плоды деревьев и все прочее, чем Творец украсил ее. Равное украшение неба составляет солнце, луна, разнообразные звезды и все находящиеся среди их создания. Поэтому Божественное Писание, помянув о небе, о земле, этими стихиями обняло все творение. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал». Смотри, как Он и раз, и другой повторяет одно и то же, чтобы мы знали, что все дела творения продолжались до шестого дня. Замечай, как по-человечески и с каким снисхождением к нам говорит о всем Божественное Писание. Иначе бы нам не понять ни одного слова Его, если бы оно не удостоило нас такого стихия, снисхождение. «И почил, — говорит, — в день седьмый Бог от всех дел своих, которые сотворил». То есть перестал творить и приводить из небытия в бытие. Все, что нужно было, уже произвел и создал и того, кто имел пользоваться этими тварями. «И благословил Бог седьмый день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Так как Он уже не стал более творить, и все, что только восхотел по своему человеколюбию, произвел своим повелениям, в шестой день положил конец творению. Седьмой же не хотел произвести ничего другого, потому что уже совершилось все, что только Он хотел. То, дабы и этот день имел некоторые преимущества и не казался менее важным, из-за того, что в течение его ничего не создано, Богу достаивать его благословение. «И благословил, — говорит, — Бог день седьмый, — и осветил его». «Что же, уже ли прочие от них не были благословенны?» «Конечно, — говорит, — но для них вместо всякого благословения довольно было того, что в каждой из них созданы твари. Потому Писание не сказало об них благословило, а сказало только о седьмом дне. И присоокупило, еще и осветил его». Что значит «и осветил»? Отделил его. Потом, чтобы показать нам и причину, по которой сказал «осветил его», Божественное Писание прибавляет. «Ибо в тот день почил Бог от всех дел своих». Вот уже здесь, в самом начале бытия мира, Бог гадательно предлагает нам учение о том, чтобы мы один день в круге седьмицы весь посвящали на дела духовные. Для этого Господь, совершив все дела Свои в шесть дней, удостоил седьмой день благословения и осветил его. «Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Но здесь вижу и опять открывается нам беспредельное море мыслей. И желаю не пройти его без внимания, но сделать и вас участниками этого духовного богатства. Какой же здесь возникает у нас вопрос? Вот какой. Божественное Писание здесь показывает, что Бог почил от дел своих, а в Евангелии Христос говорит, «Отец мой доселе делает, и я делаю». Иоанна 5.2. При снесении этих изречений не представляется ли какого-нибудь противоречия в них? Да не будет. В словах Божественного Писания нет никакого противоречия. Когда Писание здесь говорит, что Бог почил от дел своих, то этим научает нас, что Он перестал седьмой день творить и производить из небытия в бытие. А когда Христос говорит, «Отец мой доселе делает, и я делаю», то этим указывает нам на непрерывный Его промысел. И дело им называет сохранение существующего, дарование Ему продолжения в бытии и управление им во все времена. В противном случае, как могла бы существовать Вселенная, когда бы Верховная Рука не управляла и не распоряжалась всем видимым и человеческим родом? Если кто захочет благовременно рассмотреть в подробности все, что каждый день совершается в нашу пользу Творцом Вселенной, тот откроет бездну человеколюбия. В самом деле, какое соображение, какой ум в состоянии постигнуть неизреченную благость, которую Бог являет человеческому роду, повелевая солнцу сиять на злых и на добрых и посылая дождь на праведных и неправедных, и подавая нам обилие во всем прочем? Может быть, мы простерли слово «дали надлежащего», сделали это, однако, не напрасно и не без цели, но для того, чтобы не пришедшие сюда узнали через вас, какой ущерб причинили они себе из-за телесной пищи, лишив себя духовного наставления. Впрочем, чтобы не увеличить их скорби, вы покажите к ним братскую любовь, передав им наши слова. Это действительно послужит свидетельством искренней любви. Если поступающий так с чувственными яствами и сберегающий для своих знаемых то, что было подано на стол, показывает этим весьма великую любовь. Тем более, такой образ действия относительно духовных предметов доставит нам большую похвалу. Да и польза нам будет от этого. Кто старается научить ближнего, тот не столько благодетельствует ему, сколько приготовляет себе самому великую награду и приобретает двоякий плод, получает от Бога большее воздаяние и сам вспоминает и возобновляет в памяти сказанное, когда старается передать это ближнему. Восемьдесят три. Размышляя о такой пользе вашей, не откажите вашим братьям, но пусть ныне же они узнают от вас то, что нами сказано. А чтобы им впредь не быть вам обязанными, таким наставлением, влетите их к нам, внушая им, что принятие телесной пищи нисколько не препятствует духовному наставлению, что всякое время нужно считать удобным для духовного собеседования. Если тщательно рассмотреть, то мы можем, и оставаясь дома, как после, так и прежде обеда, взять в руки божественные книги, получать от них пользу и доставлять душе духовную пищу. Как тело нуждается в чувственной пище, так и душа требует ежедневного наставления и пищи духовной, дабы, укрепляясь ею, могла противиться восстаниям плоти и выдерживать постоянную брань, которая нам угрожает и делает душу нашу пленницею, если мы, хотя на короткое время, захотим предаться беспечности. Поэтому и пророк Давид назвал блаженным того, кто в законе Господнем получается день и ночь. И блаженный Моисей, наставляя народ иудейский, говорит, когда будете есть, пить и насыщаться, поминайте Господа Бога вашего в старозаконе 8.10. Видишь, как тогда особенно, то есть по принятии пищи, должны мы предлагать себе духовную смесь, чтобы душа после насыщения телесной пищей вознеродев не впала в погибель и не дала места козням дьявола, который во всякое время старается нанести нам смертельный удар. Тот же пророк в другом месте сказал, лежа и вставая, поминайте Господа Бога вашего в старозаконе 6.7. Видишь, что ни в какое время не следует нам изгонять из своей души это памятование о Боге, но твердо хранить в совести быть в постоянной бдительности и никогда не давать себе покоя, но, зная ярость врага нашего, трезвиться и бодрствовать, заграждать ему все входы и никогда не пренебрегать духовную пищу. В этом наше спасение, в этом духовное богатство, в этом безопасность. Если так станем каждовременно ограждать себя и чтением, и слушанием, и духовным собеседованием, то в состоянии будем и сами сделаться неодолимыми, и козни лукавого демона сделать безуспешными, и получить царство небесное благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.